Приветствую вас, Елена. Давайте поисследуем ваш вопрос. Вы пишите, у меня просто крик души. Скажите, а почему вы, скажем так, довели до этого крика души? Вот именно довели, почему? То есть, вы не обратились за помощью раньше, вы, по сути, вы довели себя до вот такого состояния, когда крик души произошел, скажем так. С чем связана такая реакция и с чем связано такое отношение к себе. Вот. Дальше. Следующий момент. Так, мы с мужем вместо 2 года, за это время практически не жили мирно, постоянные скандалы на пустом месте и с каждым разом все хуже и хуже. Ну, смотрите, здесь мне кажется, что имеет смысл в первую очередь уточнить, у вас уточнить, как начались скандалы. То есть, скандалы, они начались сразу после того, как вы начали жить вместе. Или скандалы начались как-то позже или как-то раньше. Вот. Это первое. Второе. Существует психологическая игра, описанная в литературе под названием «Скандал». То есть, вот, собственно, так и называется «Скандал». Вот. И, значит, психологическая игра «Скандал», как правило, «Скандал». Возникает тогда, когда люди боятся близости. Вот. А люди боятся как-то вот довериться, ну, человеку друг другу, боятся довериться друг другу. Вот. И в этом случае, как правило, возникает скандал. Вот. Поэтому я бы здесь начал с этого момента. Я бы здесь начал вот с этого момента. с того, что определил бы причину, почему вы сказали. Вот. Потому что без причин подобных причин не возникает. без причин именно. Вот. А далее. Что касается рукоприкладства, то это, с одной стороны, это понятно. Агрессия, с другой стороны, это, в общем-то, понятно, что следствие, следствие, например, вашей заниженной самооценки и следствие соответствующего отношения к себе. когда вы позволяете, образно говоря, человеку совершать это самое насилие, ну, надували. Вот. И мне кажется, что, преследовать этот момент, мне кажется, преследовать этот момент было бы крайне неплохо. Вот. То есть, допустим, как вы относитесь к себе, да? как вы воспринимаете себя, вот. А насколько вы себя цените? И цените ли вы себя вообще? Вот. То есть, мне кажется, что, в этом направлении имеет смысл вам поработать. Вот. И, конечно, конечно же, конечно же, вот вы пишете дальше, что, я начинаю его бояться, он сегодня сообразить, сказал, что ненавидит меня. А, значит, вы его боитесь. И боитесь вы его не просто. Так у вас есть все основания для того, чтобы его бояться. То есть. в данном случае речь идет о том, что вы не чувствуете себя защищенный человеком. И здесь своего раскрытия требует ваша потребность, к примеру. быть с ним. Так почему вы хотите сохранить отношения с человеком, который относится к вам. Вот так. А почему вы хотите стать женщиной для такого человека. Вот. Вот. И дальше вы пишите, что я понимаю, я понимаю, что все это за меня, что я могла бы промолчать. Вот. Но я этого не делаю. То есть. То есть вы берете, вы берете вину на себя. За это все. Вот. Ну, это ошибочное обсуждение. Вот. Там это... Вины ваших в полной мере нет. Здесь есть только 50 процентов. А... Ваше ответственность за то, что происходит между вами. Но это не вина. То есть вот вы себя обвиняете. Ну, это... очень... очень... такой... эм... тревожный знак, на мой взгляд. Потому что... обвиняяя себя, вы... обвиняяя себя, вы... опять же, ничего хорошего... хорошего... себе не даете. обвиняяя себя, вы... обесцениваете... обесцениваете только лишь... эм... свою ценность в глазах человека, и... в общем-то, обесценивая свою ценность, вы... эм... по сути, эм... просто... мотивируете его на... дальнейшее... эм... на дальнейшее такое вот манипулирование. эм... манипулирование вами и вами, просто, там, что вы себя обвиняете. И если вы себя обвиняете, то... эм... почему бы и нет? В таком случае, да. Почему бы и нет? Почему бы и не... эм... продолжать... делать... эм... то, что он делает? Почему? Почему? Понимаете? Костук. Вот. Поэтому это... эм... вопрос, именно... эм... к вам, и... к тому, для чего, почему вы хотите быть... эм... в человеку. Вот. Почему вы продолжаете хотеть быть? Вот. А... что касается... эм... того, как стать женщиной. Ну, для начала... для начала надо бы... э... на мой взгляд, надо бы... э... для начала... принять... э... себя. э... вот... э... повысить... э... самооценку. э... вот. э... и... после этого уже можно будет... о чем поговорить. То есть, понимаете, нет... э... нет... какого-то... э... единого... средства, способа стать женщиной. Женщиной. А, хотя бы потому, что вы... уже... вы уже женщиной. Просто, вы не чувствуете... эээ... эээ... ээээ... себя... таковой. И чтобы почувствовать себя таковой, на мой взгляд, себя нужно в помощь принять. Ну и конечно перестать позволять мужчине вести себя с вами таким опытом, грубо говоря, перестать зависеть от человека, а сейчас вы производите впечатление именно очень зависит от мужчин, потому что вы для него хотите стать женщиной, как я понимаю, не для себя. Вот. А для него. И вот этот момент мне кажется ключевой. Я вас ни к чему не принуждаю, я вас ни в чем не обвиняю, я просто пытаюсь раскрыть ситуацию так, как она есть. Вот. А идеально, идеально, если вы начнете к себе прислушиваться, это будет прямо идеально. Если вы начнете слушать себя, если вы начнете позволять своим чувствам выражаться. И вместе с тем опираться на, опять же, себя при принятии решений. Вот. Здесь работа с личными границами. Здесь работа со страхами, потому что вами движет страх. Одно и возможно. Вот. Вот здесь и момент, связанный с вашей позиции жертвы, которую вы сейчас занимает. Да? То есть, ну, если есть агрессор, то есть и жертва. Соответственно. Вот. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Прошу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.